Зона отдыха для постоянных клиентов сейчас недоступна. Однако местные жители утверждают, удивительные метаморфозы происходят ночью. С наступлением темноты сюда, то ли в бар, то ли в магазин, все же наведываются гости. А про то, что было летом на университетской горожане, вспоминать и вовсе не хотят. Здесь было скорая, драки, полиция, мат, антисанитария, круглосуточно. Лапки все поубрали, потому что нельзя вообще выйти было во двор. Вот так мы жили больше года. И поэтому сейчас мы не хотим вообще возвращения этого суда. Вот уберется рюмка, проблем не будет никаких. Пока вот тишина только за счет того, что полиция, наш отдел полиции без конца контролирует эту рюмку. Без конца участковый, мне кажется, он ночевать уже здесь скоро будет. Проблемный адрес посещает глава городской полиции Андрей Чепурной. Продавец оправдывается. Говорит, после приостановки лицензии в августе текущего года незаконной деятельностью они якобы не занимаются. Тем временем жалобы от местных жителей говорят об обратном. К списку из более чем 10 административных протоколов у торгового объекта сегодня добавляется еще один документ. Официальное предостережение. Ко мне обратились двое жителей этого района с жалобами на круглосуточную работу заведения, которые работают с нарушением законодательства. Мы вас предостерегаем и предупреждаем об административной уголовной ответственности за совершение правонарушения преступления антиалкогольного законодательства. Еще один адрес на улице Киселева, погрязший в жалобах, а сама хозяйка нехорошей квартиры в штрафах. Сигнал о том, что 70-летняя женщина продолжает нарушать закон, поступил в ходе прямой линии начальника управления. Звонят, обращаются граждане, что незаконно продаете. Много здесь вот лиц, которые в состоянии алкогольного кинения. Скажите, пожалуйста, мы как обязаны реагировать? Люди жалуются, что на протяжении многих лет вы уже продаете. У нас какая реакция должна быть? Не буду я продавать. Вот такой ко мне общественный. Хорошо, я вам обещаю. Обещаю. Владельцы этого торгового объекта, что на улице Московская, от обещаний перешли к делу. На окне на радость жителям ближайшей округи теперь красуется плакат, свидетельствующий о закрытии кафе-бара. В 3-4 утра время и они буянили, орали. Было такое, что били здесь посуду. Хочу выразить от всех жильцов огромную благодарность сотруднику полиции по городу Саратов за проделанную работу. Что сейчас намного приятнее стало жить без шума, без всего этого. Благодаря принятым мерам и планомерной работе с карты Саратова навсегда исчезли более 10 торговых точек. И этот результат – показатель неравнодушной активной гражданской позиции многих жителей областного центра. Мероприятия по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются в рамках полномочий органов внутренних дел. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.